Небольшие выдержки из творческой биографии. Так Николай Енин охарактеризовал юбилейную экспозицию. Он постарался в одном месте собрать все свои художества. И ранние, и написанные совсем недавно. Целый зал будто залит светом. Такой, лучезарной, опрятной и европейской в его памяти осталась Польша. Туда на пленэры художник выезжал уже семь раз. Но куда больше времени своей жизни посвятил совсем другой теме – теме войны. Больше 20 лет живописец работает над циклом работ «Зелёный бастион» о брянских партизанах и подпольщиках. Ещё один зал отведён под эскизы, этюды, графические листы. Тематика всё та же – подвиг народа в годы Великой Отечественной. Моя мать и отец – они участники войны. Мне дорого эта тема, дорогие люди, которые защищали нас. В моих произведениях женщина – главный герой, которая, скажем так, рискуя своей жизнью, своими детьми, своими родственниками, помогала партизанам. То ли пекли хлеб, то ли прятали мешки с зерном, то ли вышивала знамя. То, как пишет Йенин Москву, оберегающую всю страну, то, как он пишет крестьянку в кирзовых сапогах, на долю секунды присевшую на край постели и с чёрными, невымываемыми от крестьянского труда руками, бережно держит младенца. Вот во всём этом взгляд человека, который рисует мир без прикрас, мир с болью и мир с глубоким психологизмом. А вот коллеги оценивали Йенина в первую очередь как высочайшего профессионала. Окончивший треть века назад Академию художеств имени Репина, он сумел по сей день сохранить и приумножить мастерство, полученное им в живописных мастерских. Заслуженную благодарность Союза художников России юбиляру вручил Михаил Решетнёв. Это редкие художники, которые в своих работах пишут так, пишут тень, так мастерски, которые создают пространство, которые создают духовность и душу. Не только сюрпризом, но и лучшей оценкой работы для именинника стала выставка, которая открылась в соседнем зале. Около 30 картин студенты разных лет и разных учебных заведений Брянска, Москвы, Санкт-Петербурга привезли с летнего пленера в польских городах. Туда Николай Йенин вместе с воспитанниками выезжает уже не первый год. Я нарисовала город Лихень, а мне очень там понравилась базилика. Мы когда в неё внутрь зашли, там очень красиво и слушали орган. Я была уже второй раз, и пленэр достаточно на высоком уровне, то есть перед студентами предоставляются достаточно хорошие высокие условия для реализации пленэрной деятельности. Все студенты очень хорошо работают, выполнили множество работ. Полюбоваться неповторимой Польшей в жизнерадостных пейзажах или в строгой архитектуре, прочувствовать боль русского народа в трудные и голодные сороковые, да и просто увидеть, какая она творческая жизнь художника Йенина. Все желающие могут до 10 января. Елена Почкарёва, Игорь Сусла, События Брянск.